здравствуйте мальчики и девочки студенты и студентки физика за 2 минуты и сейчас мы с вами поговорим о том как рассчитать как найти период маятника но самое интересное заключается в том а какого маятника потому что маятники бывают двух видов маятник на веревочке вот пожалуйста маятник то есть грузик подвешенный к веревочке и вот он совершает колебательное движение период этого время в течение которого тело совершает один полный оборот или туда-сюда и что означает 1 2 вот это и есть период раз и вернулся в исходное положение вот это вот время в течение которого тело движется туда и возвращается обратно и есть не что иное как период это у нас математический маятник у которого вот это вот самое тело его размер по сравнению с длиной очень и очень маленький вот это тело его размер по сравнению с длиной ниточки которые привязаны должны быть очень маленький вот еще математический маятник это такой маятник когда уголки да очень маленький вот сейчас можно сказать что приближение мы имеем математический маятник вот еще вот так вот колеблется да ну с большой натяжкой не совсем вот потому что ниточка короткая вот так вот чтобы найти период колебаний математического маятника нужно запомнить такую формулу 2пи а тут квадратный корень длина и деленное на ускорение свободного падения вот и все то есть период колебаний математического маятника зависит от длины ну давайте с вами посмотрим вот длина нитки да вот так колеблется у нас теперь смотрите длина стала короче значит период стал меньше ну и еще период колебаний математического маятника зависит от того где мы с вами находимся ну если мы вдруг на луну с математическим маятником залетели да там ускорение свободного падения как известно 6 раз меньше ну и значит период колебаний будет больше есть еще и другой вид маятник вот как пружинный маятник вот он такой вот у него тоже есть период раз два раз два да период колебаний пружинного маятника его тоже можно рассчитать понятно что он будет зависеть от пружинки если пружинка жесткая значит маятник очень тяжело растянуть и период колебания будет большим вот а если жесткость маловатенькая то тогда период колебаний будет большой так вот от чего он еще будет зависеть кстати говоря от период колебаний он будет зависеть от массы тела так вот период колебаний пружинного маятника рассчитывается так 2пи а тут будет масса деленная на жесткость пружинной то есть для того чтобы увеличить период колебаний пружинного маятника нужно увеличить массу а если мы будем увеличивать жесткость пружины период колебаний пружинного маятника становится меньше быстрее частота будет увеличиваться так вот чем отличие а интерес заключается вот чем посмотрите если я с таким пружинным маятником прилечу на луну что там будет происходить так он будет колебаться точно так же как на земле или будет медленнее или может быть будет быстрее если мы посмотрим на эту форму мы увидим что период колебаний будет оставаться точно таким же потому что масса что на земле что на луне абсолютно одинаковая и пружинка точно такая же что на земле что на луне поэтому в этом то и заключается замечательность пружинного маятника что он работает как часы что на земле что на другой планете ну вот в общих чертах мы с вами разобрались как рассчитать период либо математического маятника либо пружинного маятника тоже учите физику дорогие ребятки на самом суперском канале который называется физика это просто на котором достаточно сложные вопросы вдруг становятся простыми понятными доступными если вы еще не записаны на мой канал сделайте доброе дело запишитесь очень признателен и благодарен конечно лайк не забудьте поставить всего всего доброго до свидания новых встреч и и